Эй, проехать! Не домой, не с домом! Сотни гневных комментариев и видео. В последние недели это главная тема местных пабликов горняка. Город заполонили фуры из солнечного Казахстана. Жители города оказались не готовы к такому количеству гостей. Пишут, все парковки заняты, а водители большегрузов не сильно заботятся о чистоте транзитного города и спокойствии населения. Вот эти вот, не дальнобойщики, а вот эти, перегонщики. То есть сильно мешает, да? Да, ночами вообще невозможно спать, они же не отдыхая идут. А у нас ребенок маленький. Там вот они по садовой улице, там у любого спросить они не скажут. Да, все будут возмущаться. В Локтевском районе находится один из таможенных постов края. В последние недели, говорят жители перегонщиков, стало в разы больше. Пока к нам заезжают, россияне не спешат выезжать в Казахстан. Остерегаются длинной очереди на контроль. Не проехать в Казахстан никак. У меня теща там живет, я раньше там жил. Я вот до сих пор ждал, когда не уедут фуры. Я туда-то выйду, а потом назад. Их сто штук стоит. Вообще, как долго вот находитесь в городе здесь? В городе? Ну, четвертая сутка сегодня. Четвертые сутки. Чем занимаются? Почему так долго? Не знаю. Таможник что-то не дает добро. Они говорят, почему не дают? Не знаю. Мы только что загнали, не знаю. Но сегодня, наверное, выйдем. А вообще, куда гоните машины? В Москву. С 1 августа в России начал действовать закон, который поднял утилизационный сбор на ввозимые в страну машины. Для некоторых категорий авто рост произошел почти на четверть от стоимости. Из-за этого с начала лета и особенно к концу июля горняк задыхался от фур. Все спешили провести технику до принятия закона. Такой наплыв выдержали не все. На улице Победы полное поражение дороги. Одна из улиц горняка больше недели была настоящим автобаном. Новый закон о повышении утилизационного сбора на импортные автомобили заставил перекупщиков перевыполнить пятилетку. Только за последнюю неделю по этой улице проехали сотни фур. Однако, по словам таможенников, наплыв дальнобойщиков они наблюдают весь 2023 год. После введения санкций возить технику в Россию начали объездными путями. В поисках логистических схем перевозчики превратили Алтайский край буквально в одни из ворот страны для ввоза импортной продукции. В частности, через нас в Россию поступает значительное число автомобилей из-за границы. В частности, из Китая, сообщили в Алтайской таможне. Только за последние полгода алтайские таможенники оформили более 7 тысяч грузовых автомобилей из Китая. Сейчас в среднем партия из 10 грузовиков оформляется таможенниками за 10-15 минут. Что касается конкретно Горнягского таможенного поста в Локтевском районе. Это один из ключевых постов Алтайской таможни, через который идет грузопоток. Алтайская таможня и Сибирское таможенное управление ежечасно с помощью видеосвязи мониторят ситуацию на постах. Если фиксируется рост трафика, на загруженные посты могут привлекаться дополнительные сотрудники в целях ускорения совершения таможенных операций. А пока потоки перевозчиков улучшают экономическую ситуацию в стране, власти Локтевского района фиксируют жалобы жильцов, стараются оперативно на них реагировать совместно с ГИБДД и констатируют, дороги все-таки придется восстанавливать. Понятное дело, если грузовой поток идет в такой массе, конечно же, будет влиять на состояние покрытия уличной дорожной сети. Это улица Восточная и улица Садовая, Победы, Пушкина. Все это, конечно же, влияет на состояние. Что-то будете предпринимать для восстановления? Ну, конечно, мы уже посчитали объем работ для выполнения ямочного ремонта. Вскоре мы будем торговаться, так сказать, на аукционе и будем выполнять работу по ремонту. И пока администрация разбирается с последствиями нашествия больших грузов, в городе выдыхают. После 1 августа фур стало значительно меньше. Однако поставки через таможенный пост в Локтевском районе не прекратятся. Вот они, красавцы. Трасса недалеко от Поспелихи. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком.